Всем доброго дня! Сегодня у нас четвертый день в нашей стройке большого дома и мы опять играем в песочницу. Песочница у нас 12 на 11 или наоборот, я не помню, потом уточним. Вчера вечером была разминка по лазерке, понимали где что находится, насколько сильная у нас кривизна участка. Выяснили где-то 15-20 сантиметров, ну местами. То есть газон красивый, но он оказывается под скосом. Горка начинается от забора и вот сюда вот идет. Скос где-то вот сантиметров 20, плюс-минус так по уровню показывает. Поэтому это вот здесь вот, ну точнее как здесь, в самой нижней точке это вот тут находится. Накидать по самую, ой, по самый бортик, вот до туда поднять все это. Это где-то 33 сантиметра от того, что выкопали. А вверху останется, если ровно смотреть, сантиметров 11-13. В кубах много, очень много, где-то 41 куб. 41 или 37, что-то мы считали, не помню. Там в общем, если 2 сантиметра, там целый куб получается. Вот мы посчитывали. Сейчас здесь лежит полтора КАМАЗа. Сейчас еще полтора КАМАЗа, мы хорошо поднимем только первую часть. И еще нужно будет один бонусный КАМАЗ на самую нижшую часть. Слой будет большой, да, 33 сантиметра. Поэтому будем активно каждый слой послойно виблировать, наверное, весь день. И также проливать водой. Вчера поработали, раскидали полтора КАМАЗа. И Илюха устал, как это раскидывал я. Да. Ну что, утренняя разминка. До обеда попробуем раскидать эту партию. Сейчас должны часов 10 подойти еще люди. И приехать еще машина. И работа должна пойти быстрее. Сегодня четвертый день в планах. Раскидать все, утрамбовать и положить закладные. Чтобы на пятый день уже приехали доски. И мы начали уже что-то хоть колотить. Чтобы хоть какой-то прогресс был виден. Все, я разминаться. А, вот она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 что-то немножко устали были на солнце без ветра вообще сложно находиться я почему в кофте плечики сгорают а шпаленым пахнет в общем от кучи осталось там буквально тележек наверное 12 18 перевести и в принципе все так наверное все таки 18 ну немного в общем говоря грубо говоря лёха осилил по камаза это сейчас добью получается я себе тут ориентиры делаю вот 6 внутри это 18 вот 18 нужно здесь постелить гайбельками разровнять водой проливаем активно уже больше трех часов мы льем вот по мокрому песку лучше уплотнения хорошо ездить вера плита на сухом песке вчера там буксовали пипец и у нас по плану еще на три часа арендована плита то сейчас мы разровняем я довезу и покатаемся здесь уплотним где-то 8 в 9 вечера когда будет темно при третья машина мы даже включим лазерку и будем подравнивать там буквально два-три сантиметра но это будет ни о чем но самое крутое выходные будет дождь поэтому будет максимально крутое уплотнение у нас один в планах было еще опалубку поставить но что-то не судьба у нас пока не отрепетированы действия как бы так помягче выразиться ну то есть по плану появляется работа и только потом появляется материал и простой в общем в сложности мы уже потеряли где-то часов наверное 67 просто простой потому что нет материала мотаемся по рынку потом то есть мелочи в дальнейшем когда будем собирать стены я наверно за недвинильки 2 пропишу все мелочи чтобы они уже были а то как бы ну и дома ничего не делаю и здесь его простой ну да это на пророде хорошо но ничего не делание ничего не зарабатывание там примерно равно поэтому докидываем песок катаемся на плите и все это проливаем кстати помню сегодня еще доски приедут и закладные трубы которые были приехать вчера вечером ни о чем не спрашивайте работаем что-то не спрашивайте что вы и в Субтитры сделал DimaTorzok Подытожим. Так, мы тут, получается, 4 дня. Сегодня четвертый день. Мы приняли два камаза песка. Вот он уже расстелен. Приехали доски. Сейчас перевезем. Приехал утеплитель, арматура. И, наконец-то, приехали трубы. Вот они. Потеряли мы где-то часов 10. Ну, 8, ладно, рабочих. Геотекстиль. Потеряли он приехал поздно. То есть, без него даже не начинали работать. Получается, полдня на смарку даже больше. Не пришел человек. Полдня потеряли. Ну, как? Мой коэффициент маленький. Три лопаты быстрее, чем один. Ну, а в целом все нормально. Ну, как нормально? По итогу, вот я в теньке постою. Фу. Должна уже колотиться опалубка. Вы видите? Вот и я не вижу. Поэтому, ну, не очень хорошо. Один день мы просрали. Говорим честно. Поэтому, наверное, надо все-таки делегировать свои обязанности по трамбованию переноса песка на других людей. И заниматься более чем-то быстрым. Пока одни бы таскали, другие бы трамбовали. И уже на сегодня бы, на четвертый день, можно было спокойно закопать закладные. И даже уже собрать коробку. То есть, узнать точный периметр, где будут находиться стены. Потеряли один день. Ну, ничего страшного. Впереди еще много дней. Впереди выходные, дожди. Поэтому мы пока будем отдыхать. Сейчас приедет заказчик. Он поехал отвозить плиту, если не ошибаюсь. И еще кое-что докупить. И надо будет, пока буду дыхать, просчитать, что еще не хватает. Как минимум не хватает стаканчиков для арматуры. Ой, не хватает этих еще. Окошко для... Это, как называется, техлюка в этом, в трубах. Не хватает уплотнителя, технических держателей. В общем, там целый ряд. Вот их нужно будет сразу с собой привезти. А, еще пилку для сабельной пилы. И чтобы, когда мы придем на пятый день, у меня все было. И мы прям озадобенили за один день и подготовку, и закладные. Потом опалубка, утепление, и пошла арматура. По-хорошему, три человека, мне кажется, за неделю все это сделают. До этапа... Ну, без экскаватора. До этапа арматура спокойно. А вот так, полтора человека, ну, не очень-то круто. Ладно, дожидаемся. Сейчас перенесем доски. Ну, и, в принципе, на сегодня хватит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четырехдневный марафон подходит к концу. На следующий заход у нас уже есть арматура, есть катанка, но нету грибов, ну, подставок. Это плохо. У нас есть доски на внешнюю часть, на внутреннюю, на подпорки, но нету саморезов. У нас есть пленка постелить, есть утеплитель, нету пены, есть закладные. Так, нужен будет еще песок и нужен будет еще рабочий дядень какой-нибудь. Дядя Леша что-то не хочет опять возить, трясть все время впустую вот на разводку. Нужна будет еще плита, вода, желание, уровень, ну и мелочевка. В общем, практически укомплектовано, осталось мелочь, туда рынка недалеко. По крайней мере, мы ждать доски, арматуру, утеплитель не будем, работа будет быстрее. Закладные, дренажные трубы, водянка, канализация, тоже все есть, так что только в путь. Так что, на сегодня у нас все. Мы закончим наш четвертый день, заканчиваем. Убираем инструмент, сворачиваемся все. И все, через 4 дня вернемся и продолжим. В планах, реально, в принципе, за дней 12-15, я думаю, мы зальем бетон. Даже с учетом, что будет пасмурно, будет дождь. Потому что вязать арматуру, в принципе, работа не такая уж прям ужасная. А вот работа с нивелиром, когда нужно будет прям точно померить опалубку, чтобы потом по нему провел, он провел, и она была ровна. Вот это самая ответственная, самая правильная работа. Вот если ее четко сделаем, дальше будет все идеальное. Опыт есть. Кто помнит, в 2018 году залился я плиту с перекосом по верхней и нижней точке в 13 сантиметров. Так что я уже на опыте. Так что все, давайте, не болейте, не скучайте. Я пошел в мастерскую свою доделывать. Продолжение следует...